Место работы – дворец Патала. Восемь лет потратил тибетский художник на восстановление памятников изобразительного искусства, известных под названием «Тибетская танка». Музей культуры и истории Тибета – место паломничества буддистов со всего света. Занимает своими скульптурами, настенной росписью и письменами. О деталях процесса реставрации расскажут наши корреспонденты. Здесь каждый сантиметр наполнен историей и культурой Тибета. И притягивает миллионы глаз туристов со всего мира. Самый масштабный краеведческий музей-дворец Патала – это центр тибетской религии, политики и искусства. Он хранит в себе более двух с половиной тысяч квадратных метров фресок, около тысячи ступ, более десяти тысяч скульптур и столько же картин танка, выполненных лучшими художниками Тибета. На них изображены значительные исторические личности и, конечно, Будда. Это изысканный шедевр, созданный самыми лучшими художниками со всех уголков Тибета. Поэтому эта фреска считается вершиной тибетского искусства в истории. Но время берет свое. Чтобы сохранить эту драгоценность для потомков, 49-летний художник Робусто потратил 8 лет напряженной работы. Он родился в семье художников танка, прошел долгий путь обучения, изучал национальную историю и искусство. Но даже для него восстановление 20 квадратных метров фресковой живописи стали вызовом. Во-первых, в Атворце подало очень ограниченное пространство. Там мало света. Помимо числа технических трудностей была еще одна проблема. Моя миссия по восстановлению ценного предмета искусства требовала огромного понимания того бреда истории. Я прочитал множество книг и стадий, чтобы понять, в каком направлении мне двигаться. Фазадим многолетние исследования и усилия по восстановлению древних памятников Тибета, требующие большой самоотдачи. Зато художнику удалось восстановить 18 древних изображений и сохранить уникальное культурное наследие Дворца Потала, который внесет список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Татьяна Климова, СиСи ТВ.